От низа брошки ждут в своей очереди для реконструкции, а вот в поселке Мичуринский Прикубанского района ветхое здание Дома культуры скоро преобразится. Его построили в 80-е годы прошлого века и с тех пор не ремонтировали. Реконструкция проводится в рамках федеральной программы «Культурная среда». Когда обновленный ДК откроет двери для жителей поселка и какие надежды они возлагают на планируемые нововведения, выясняла Мадина Каракетова. Население поселка Мичуринский не такое уже большое, чуть более тысячи жителей. Но здесь очень много талантливой молодежи. Несколько лет назад здесь функционировал свой танцевальный ансамбль, но он был вынужден распаться из-за отсутствия элементарных условий для репетиции. А еще здесь очень много перспективных спортсменов и тех, кто мечтает заниматься спортом. Пятилетний житель поселка Мичуринский Амин Бибуатов периодически проходит рядом с поселковым домом культуры, наблюдая за ходом масштабных ремонтных работ, которые здесь развернули строители. Совсем недавно это здание напоминало заброшку. Сейчас его не узнать каждый день. Вот уже с конца мая здесь стучат, рушат, занаво строят, шпаклюют. Даже маленький Амин знает, что здесь совсем скоро, помимо красивого дома культуры, будет самый настоящий спортивный зал. Несмотря на то, что я маленький, я хочу заниматься спортом. В доме культуры будет спортивный зал. Там нет матов. И я надеюсь, что их купят, и я смогу пойти на борту. Ремонтная бригада трудится не считая с личным временем. Впереди цель – сдать объект в самые короткие сроки. Львиная доля работ процентов 80-85 уже завершена, рассказывает начальник участка Ахмат Чучаев. Потолки были просто отшпаклеванные и покрашенные, которые уже разваливались. Мы полностью старую штукатурку сняли и подвесные потолки сделали. Вы можете наблюдать. Это по всему периметру. Стены мы отделали гипсокартоном. Там, где санузел вагостойким гипсокартоном. Шпаклевка и дальше уже будет покраска в два слоя. Полностью заменены водопроводная система и электропроводка. В актовом зале установили небольшую сцену. В старом ДК ее даже не было. Обеспечили звукоизоляцию помещения, утеплили наружные стены. Полу тут были бетонные и сверху были уложены старые деревянные доски. Все это сдемонтировалось, потому что они были непреклонны для использования. Нами заливались полностью бетонные полы, стяжка 10 сантиметров и отделка керамогранитом. Остались внутренние и внешние отделочные работы. Их завершение, по словам рабочих, вопрос пара недель. Строители рассказывают, что в работе они используют самые современные и качественные материалы. Так что здание дома культуры прослужит жителям поселка не один десяток лет. В этом же здании будет тот самый долгожданный спортивный зал. Планируется, что в нем будут заниматься борцы, но не исключается возможность организации и других спортивных секций, исходя из предпочтений поселковой молодежи. В планах администрации поселка и детская площадка, и уличная спортивная площадка, и еще кое-что, но это все потом. Капитальный ремонт дома культуры в Мичуринском проводят в рамках федерального проекта «Культурная среда». На сегодняшний день проводится достаточно большая работа уже на стадии завершения. И планируется к концу октября уже сдать объект. У молодых жителей поселка Мичуринский колоссальные планы на дальнейшее развитие культуры и творческой деятельности. Также сохранение обычаев и традиций народов нашей необъятной страны. А, конечно же, такая поддержка уже служит стимулом для развития патриотического духа у молодежи. Старожил поселка Мурат Урусов, наблюдая за преобразованиями, происходящими в Мичуринском, из года в год выражает надежду, что они вдохнут новую жизнь в его родное поселение, и молодежи не будут скучны сельские будни. «Если все будут эти культурно-массовые мероприятия у нас проводиться, все нормализуется у нас тоже. А где-то где рабочие места? Будут и рабочие места, и садики для детей, там, где молодежь, там и дети. Все есть у нас, в общем-то, все удобство в этом поселке есть. Только насчет работы. Насчет работы у нас туго». Дома культуры и спортивные площадки, как, впрочем, и фапы, и детские сады, строятся практически во всех селах и аулах Карачао-Черкесии. За последние 10 лет в республике построено и реконструировано около 700 социальных объектов. Цель – сделать жизнь более качественной, интересной, насыщенной, создать удобство и рабочие места даже в самых отдаленных горных аулах, дать возможность молодым людям самореализоваться здесь, дома.